Как вы оцениваете вот сегодняшнее, прямо сейчас отношение Турции и Украины и вот этот телефонный разговор, который был у Путина с Эрдоганом, он же был о чем-то, это продолжается торг по поводу вступления этих двух стран в НАТО, Финляндии и Швеции или это еще что-то? Вы знаете, я все склоняюсь к тому, что все-таки не удастся у Эрдогана поставить эти закрытые металлические лютворота для Финляндии и Швеции, там-то вообще могут дать сильно по рукам, понимаете, потому что, ну как бы мы не любили Украину, Украина там еще потенциально еще неизвестно, как из этого выберется и когда вступит НАТО, а эти-то страны, они абсолютно конвенциональные страны Скандинавии, понимаете, что Финляндия, что Швеция, это часть западного сообщества и не Турция, которая в этом сообществе не является органической частью, определять, кто в нем будет, а кто в нем не будет, понимаете, ну, так или иначе, но выглядит это именно так, Турция не член Евросоюза, например, и тоже это совершенно не случайно, и такой ультиматум, он, по-моему, не выдержит временем, и мне кажется, без ПДЧ прием Финляндии и Швеции все равно будет обеспечен с участием Турции или без, Турция не сможет воспрепятствовать, потому что это препятствие обойдут, но, тем не менее, это не означает, что Эрдоган не пытается решить каких-то важных вопросов для Турции, Турции, вот, он будет их решать, потому что он с гулинистами дерется, ему там курды, курды-эмигранты, так сказать, досаждают и так далее, он попытается в том числе решать и свои внутренние проблемы посредством этого. Что касается отношений Турции и Украины, они все равно будут достаточно тесными, потому что, ну, 5 миллионов крымских татар живет на территории Турции, хочешь, не хочешь, исторически и по-другому связаны с Черноморским бассейном страны, будут взаимодействовать, и в этом смысле, я думаю, что отношения у Эрдогана с Зеленским хорошие, но сам, сам Эрдоган, безусловно, решает свои вопросы. И эти вопросы не там, скажем так, корпоративные, как от НАТО или, там, не знаю, от западного сообщества, ну, как бы хочешь, не хочешь, он выступает посредником, поскольку у него есть такая просто возможность, ни с кем другим Путин-то особо не общается. Несмотря на разговоры с Макроном и Шотцем, о чем он хоть раз договорился-то, а на территории Стамбула и Анталии все-таки проходят переговоры между делегациями Киева и Москвы, то есть уже какое-то относительное достижение. В чем здесь ловушечка? В том, что Путин никуда не поедет. Вот мое такое мнение, он просто боится выезжать за территорию России. Ну, в Анкару, да, я тоже думала, что вряд ли. Не поедет, потому что он просто реально боится. Во-первых, он считываем будет относительно его здоровья, это 100%. То есть его уже увидит с близкого расстояния масса людей, которые скажут, да, этот не жилец. Это первое. Ему есть что скрывать. Я не считаю, что он вот прямо вот завтра умрет, но ему есть что скрывать это определенно. Второе, он боится просто. Послушай, он сидит за 10-метровыми столами. А как ты в Турции обезопащишься от этого всего? Даже если за тобой будут таскать золотой туалет. Как? Все равно тебя со всех сторон будут просвечивать. От журналистов до спецслужб, от американцев до бог знает кого. Он так не будет рассказать. В-третьих, он просто реально боится, что его просто убьют или намажут руку, что-нибудь поздороваются. Какими-нибудь эфирными этими дыхнут. И все, он подышит, и все. От его болезни, там, рака, крови или чего бы то ни было. Он просто грязь. Говорят, что он даже энергетические воздействия боится. Вот эти столы, это же как бы он боится, что... Я уверен. Я просто уверен, что он точно... Ему рассказывают про темный эфир, про какие-то эти... Да, шаматы, милованы и так далее. Конечно, конечно. И он как бы считает, а зачем это я туда поеду? Он начнет предлагать, опять Минск, что-нибудь вот такое. Скажет, не, не, ну как-то вы знаете, я вот туда как-то не готов. И так далее. И он стал мнительнее, еще сильнее. Параноидальный, еще сильнее. Ну, война. Он же боится, что собьют самолет, расстреляют там в аэропорту. Там же, я напомню, в Анкаре убили посла Карлова. Российского посла просто на выставке. Пришел, значит, террорист и просто его расстрелял. То есть, у них свои страхи в отношении Турции ничуть не меньше. Это иллюзия думать, что он вот так с легкостью в объятия Эрдогана готов лечь. Он, безусловно, Эрдоган чуть побаивается. То есть, оценивает его по достоинству, потому что он тоже отмороженный достаточно. Товарищи, я напомню, сейчас уж никто не помнит, они сбили над своей территорией за несколько, там, десятков секунд летевший бомбардировщик России. Просто взяли и сбили. Просто никакой рефлексии. Тут он, у нас, значит, непонятно выберты, какие Байден делает в связи с непоставкой дальнобойной ракеты. А эти просто взяли и сбили, нажали педаль, понимаете? Поэтому, на самом деле, я все-таки убежден, что есть и шанс какой-то есть у разговора по телефону. Ну, какой-то призрачный, но есть. На троих, между Эрдоганом, Зеленским и Путиным. То вот насчет визита, ну, я могу ошибаться, я ничего не утверждаю. Но вот эти все доводы, они скорее свидетельствуют о том, что Путин не решится вот сейчас в этой обстановке поехать. Я помню, вокруг Швейцарии 16 июня в прошлом году, в 21-м, когда он встречался с Байденом, сколько всего творилось. Как они там это все согласовывали. То ли Хельсинки, то ли Женеву и так далее. Еле согласовывали. А сейчас-то уж в условиях войны, мне кажется, тут боеварианты развития ситуации, возможно, такие, которые Путин считает непредсказуемы относительно его безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok